Друзья, вы на канале ЮАНьюз. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Но мы начинаем. В СУ освободили от армии РФ около 20 квадратных километров пригорода Бахмута за несколько дней, передает Анна Малер. По словам замминистра обороны Украины, речь идет о северном и южном пригороде. Но враг тем временем несколько продвигается в самом Бахмуте, уничтожая город артиллерии. Враг также подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются бои с разным результатом. В данной ситуации наши войска делают максимум и даже больше, подытожила Малер. В Германии планируют изготовить еще шесть радиолокационных систем ТРМЛ-4Д и передать их для нужд ВСУ, сообщили в компании HandSold. В рамках заказа на сумму более 100 миллионов евро радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов. Премьер-министр Великобритании Риша Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рюте договорились, что будут работать над созданием Международной коалиции истребителей для Украины. Нам нужны F-16 и спасибо союзникам за решение работать в этом направлении, включая обучение наших пилотов. В частности, готовность учить подтвердила Бельгия. Также премьер-министр Великобритании подтвердил свою веру в то, что место Украины в НАТО. Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку безопасности Украины. Тем временем ВСУ уже начали применять переданные Великобритании ракеты большей дальности «Шторм Шэдоу» для поражения военных целей РФ, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники. Тем временем украинские пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте, а также нанесли оккупантам большие потери. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы Государственной пограничной службы отбросили захватчиков от линии боевого столкновения, говорится в сообщении. Россия массированными атаками пытается отложить контрнаступление ВСУ, передает CNN. Как сообщил неназванный чиновник, РФ нанесла широкомасштабные ракетные удары одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центр управления в Киеве и другие ключевые объекты. Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами, сказал представитель США. Комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию о создании спецтрибунала для РФ. Глава комитета Майк Маккол перед голосованием заявил, что РФ нарушила все положения Женевской конвенции. Эта резолюция рассматривается в критически важный момент, когда международные союзники и партнеры обсуждают возможные пути установления справедливости для жертв российской агрессии в Украине. Голос Америки сообщает, что резолюцию зарегистрировали в Палате представителей Конгресса США 31 января 2023 года. Ее подал конгрессмен-демократ Билл Китинг в соавторстве с 25 конгрессменами от двух ведущих партий США. Теперь документ отправится на голосование Палаты представителей, после чего он будет представлен президенту на подпись. Между РФ и Украиной должна быть создана 100-км демилитаризированная зона. И это вопрос с окончания войны, заявил ГУРМУ Украины Буданов. Демилитаризированная зона. 100-км зона – это зона, скажем так, з якої неможливе уражение, давайте так, звичайными засобами. Ну и швидкий підхід, як то кажуть, ривок до кордонів теж буде неможливим. І це питання закінчення війни. Я вважаю, що ми маємо досягти цього. Це мета, як то кажуть. Ну, зрештою, якщо, до прикладу, нова російська влада, так, скажем, ну, ми ж не збираемся на вас нападати. Ну, так тоді проблеми нема. Ну, відведи війська на 100-км назад. Якщо ти не маєш намір атакувати, то для себе це не є проблемою. Більшінство российских еліт выступает против войны, однако руководство РФ продолжает держать контроль над системой. У Кадырова проблемы с наркотиками. Сначала он употреблял их как допинг, потом как обезболивающее, а потом это стало проблемой. Периодически Дон-Дон серьезно лечится. Конфликт, пригоженный Шойгу, не фикция. Из него может выйти только одна страна. И, скорее всего, главарь Вагнера проиграет. Шойгу! Герасимас! Где *** припасы? Спікер ВСВСУ отметил, что Патриот – это комплекс батареи, формирующий дивизион. За судьбу ЗРК Патриот не стоит беспокоиться. Уничтожить его кинжалом невозможно, передает Юрий Игнат. Не принимайте себя за долю Патриота. Что с технической точки зрения. Патриот – это комплекс батареи, дивизион, система, все по-разному называют. И никто не может понимать, что складывается. Берем дивизион. Дивизион – это командный пункт, в котором боевая обслуга отстеживает поветрические цели. И получает информацию про поветральную обстановку в зоне своей ответственности. Таким чином, он работает по поветрених целях. Он может работать в ручном, на півавтоматичном и в автоматичном режиме. Саме автоматичный режим работы Патриот позволяет ему без втручания человека сбивать поветрени цели, как это было минулою ночью. Тому автоматика – это, власне, тут швидкість принятя решений, выявлення цели и застосование оружия. Далее есть радар, который обеспечивает информацию, который находится на отдалении, и до 8-пусковых установок, в каждом из которых по 4 транспортно-пусковых контейнеров, которые, соответственно, тоже расположены на первой отстани, и обеспечивают уже самую боевую работу пуски ракет. Вот, власне, это и Петриот. Ну, знищить систему, ну, это каким-то там кинжалом, ну, это неможливо. Тому все, что там они рассказывают, я думаю, что нехай залишится так. У них в архиве их пропаганды. Тем временем стало известно, что уязвимость кинжалов стала неожиданностью и стыдом для РФ, передает британская разведка. Путин рекламировал эту систему как непобедимую. 3 мая 2023 года Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал». Впоследствии Россия попыталась нейтрализовать улучшенные возможности украинской противовоздушной обороны. В процессе этого, вероятно, потеряла еще несколько кинжалов. Европа создала международный реестр фиксации ущерба в результате военных действий России. Это важное решение приняли на встрече глав государств Совета Европы, передает Евроньюз. Напомним, что Совет Европы – это международная организация из 46 европейских стран. Совет Европы утвердил Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Саммит в Исландии – четвертый за всю историю. Основная тема – вторжение России. Совет Европы единогласно учредил международный реестр ущерба для фиксации потерь, разрушений и общих убытков Украины из-за вторжения РФ. Совет Европы снова стал на защиту жертв агрессии, заявил Макрон. Штаб-квартира международного реестра будет в Нидерландах. В него будут заносить все доказательства, причиненного Украине вреда, а также иски о его возмещении. Реестр открыт для физических и юридических лиц. Передавать информацию в него смогут центральные и местные власти Украины.